Всем привет, друзья! Кадры, которые вы сейчас видите на своем экране, это последнее, что успела записать видеокамера перед падением в воду. Видеозапись удалось восстановить, но с потерей звука и местами даже изображения. Рыбалку вы все равно сейчас увидите, потому что удалось отснять некоторое количество кадров на другую камеру и поймать некоторое количество рыбы. Был в двух локациях. Первая это опять участок реки около клевер парка и вторая локация это участок реки около Леруа Мерлен на базовом. Ух ты! Была поклевочка. Ну что, ребят, первая поклевочка на сегодня. Кидаю уже во все предсказуемые и непредсказуемые места. Прокидал тот участок реки, на котором я ловил прошлую рыбалку поклевок нет от слова совсем. Может быть поставить мелкую вертушку, попробовать. Опа! Вот и есть поклевочка и первая рыба. Небольшой пескарь. Ну как небольшой? Приличный такой пескарь. Извините, конечно, за такой кадр с руки, но это пескарь на вертушку Мэпс Аглия Лонг 2.0. Как-то так. Может быть попробовать как-нибудь камеру поставить, что ли? Даже не знаю. Как я только поставить и на что? Так, ну вот, допустим, камера есть. Допустим, вторая камера есть. Не совсем понятно, что она снимает и какой там кадр, но будем надеяться, что что-то она интересное снимет. Оп, есть поклевочка. Интересно. Только белое брюхо увидел, как сверкнуло и все. И на этом поклевочка закончилась. Оп, есть поклевочка, ребят. Закинул на какой-то мелководье, что ли, не знаю. И вот, есть поклевочка. Что это, кто это? Подъязок? Ой, какой хороший подъязок. Ого! Вот это, да. Ребят, вот это класс. Дружище, иди-ка сюда. Мэп Саглия 2.0, ребят. Поймал вот такого неплохого подъездочка. Мэп Саглия 2.0, лонг-версия. Приобретал в магазине рыболов-спортсмен. Недавно несколько вертушек. Вот Мэп Саглия 2.0, в том числе. Вот сегодня выручила по подъездку. Сейчас попробую. Оп, еще поклевка, ребят. Какой-то маленький, либо окунишка, либо тоже подъездок. Не успел заметить. Оп, а вот сейчас есть. А вот сейчас точно есть. Еще один подъездок. Осторожнее буду тебя брать, елки-палки. А, с цедукой. Ну что, еще один небольшой подъездочек. Мэп Саглия 2.0, просто буквально убийца подъездка. Заглотил жадно весь стройник вообще. Рыба в два раза меньше, чем предыдущая. Поклевка также в этом же затяжке произошла около трубы. Сейчас попробую еще разочек кого-нибудь дернуть оттуда. Оп, есть поклевочка. Ха, это что? Это кто? Окунишка. Откуда же ты там взялся? Поднялся из глубин за этой блесеночкой. Тогда все понятно. Также на все три крючка просто бинго. Домой. Отправляется очередная рыба. А теперь заброс под кусты. Там по логике должна быть рыба. И она есть. И какой-то окунишка. И он отвалился. Вот. Заброс второй. Сейчас тоже по логике должен кто-то клюнуть. Какой-то прищип есть. Но без поклевки. Оп, есть поклевочка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Друзья, очередной подъездок термоядерный. Оп, есть поклевочка, ребят. Еще один подъездок. Но это уже... Что тебя как несет-то, елки-палки? Ты че? Как-то он термоядерно пошел под трубу сразу. Мэпс Аглия 2.0. Она просто сегодня, мне кажется, не превзойдена вообще ничем и никем. И, вероятно, никогда и не будет. Опять. Весь тройник. Просто два из трех есть. Три из трех. Очередной подъездочек ушел в освоясь. Ну, что могу сказать. Мэпс Аглия 2.0 действительно делает рыбалку. Сейчас вот уровень воды немножечко поднялся. И вода стала такая достаточно мутная. Ну, и вот решил найти какое-то место, где опять небольшая глубина. Есть какое-то течение, чтобы муть не задерживалась. Ну, и вот, соответственно, стоит участок, где эти трубы через реку приносят рыбу. А Мэпс щелкает их одну за другой. О! О! Мэпс щелкает их одну за другой. Мэпс щелкает их одну за другой. И вот что, мы с ним не можем. Мэпс щелкает их одну за другой. Эх, эх, эх. Эх, эх. Эх! все ребят офигеть упала камера прямо со штатива и прямо в воду ну чё красота чё собираемся домой значит рыбалка закончена официально теперь приду домой просушу попробую запустить эту камеру если что результатах узнаете в следующем видео ну что ребят разобрал камеру после утопления вот она выглядит примерно так значит корпус плата объектив не объектива линза батарейка и вот он корпус с экраном здесь как видите капелька воды еще осталось до сих пор просыхает нужно отделить экран от защитного от защитного вот этого стеклышка чтобы он нормально просох суть проблемы оказалось чем проблема оказалось в том что камера при падении вода попала вот на вот этот вот шлейфик и камера отключилась просто-напросто из-за того что этот шлейфик видать перегорел и не было связи с дисплеем поэтому она перестала работать после того как камеру я просушил то есть подключил аккумулятор и она она включается она работает карту памяти я уже сюда вставлял она начинает запись то есть утопление как оказалось этой камере ничуть не страшно ржавчины на плате я не нашел потому что я ее сразу после падения продул воду оттуда удалил хорошенько просушил так что камера работает вот осталось только понять что делать с дисплеем в общем надо нести в ремонт как то так так ну что проверим как поживает рыба на леруа мерлин с покидая baby cranky потом возможно поставлю свежекупленные вертушечки и попробую на вертушке может быть кого-то половить на видно вам или нет как обмелел вот этот противоположный берег там даже он чайка сидит караулит какую-то рыбу ну и в общем удобнее конечно было бы оттуда делать забросы суда под кусты ничего себе вот эта поклевочка ребят вот это да это чё там за мегакит какой-то елки-палки что-то фрикцион под затянул фрикцион под затянул там по ходу какой-то крупный под язык сидит вот эта поклевка была я чё-то прям честно говоря честно говоря даже не ожидал что какие-то тут киты могут клюнуть оказывается они клюнуть могут покажись хотя бы кто ты чтоб я понимал по ходу да по ходу это подъездок причем неплохой давай тебя сейчас будем подводить аккуратно сюда от течения вот тебе и baby crank поставил но это где-то полкило наверно сразу положил на камень чтобы примерно понимали вот моя ладонь и вот рыба как-то так вот камера чуть не фокусируется еще раз вот такой вот подъездочек я думаю очень неплохой но я думаю вы сами видите какой размер хорошие такие вот здесь подходы и проходы вдоль берега судя по всему берега тут обитаемы всякими местными любителями пособирать какой-то металл или какую-то ерунду ну естественно куча мусора лежат везде и повсюду и никуда ты от этого не денешься в общем как то так так ну что поставил baby crank только уже в такой как будто бы в натуральной расцветке серебристой и вот он перекат вблизи я конечно уже о поклевочка вот есть поклевочка этого кунишка что ли действительно друзья кунишка небольшой позарился на небольшой китайский baby crank вот уже как-то поприятнее стало что ребят вроде неплохо половил на леруа было несколько поклевочек пару рыбок неплохой ясь порадовал своей поимкой на сегодня думаю буду закрабляться так что всем удачи увидимся на водоемах и пока а